МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ 21+. И обо всех самых интересных событиях этого дня вам расскажу я, Всеволод Краснов. И вот что мы с коллегами подготовили для вас сегодня. Нехватка денег, долги и бесплатное молоко. История с фермой «Полярная звезда» получила продолжение. Надеемся, что дальше будем работать и долго сотрудничать, продолжать наши особенно выгодные решения. Узнаем, получилось ли сельхозпредприятию договориться с Североморским молочным заводом. Я так думаю, что я сейчас позвоню работникам, а не обратно. И как отреагировали на конфликт с заполярной власти. Горячая тема. Представители управляющих компаний, ресурсных организаций и коммунальных служб собрались за одним столом. Это та организация, которая должна вовремя реагировать на проблему, которая возникает у населения. Выясним, какие вопросы решались на встрече Ассоциации многоквартирных домов. И почему из двух сотен управляющих компаний в нее входит лишь 14. В Мурманске выбрали организации, сотрудники которых станут наблюдателями на предстоящих выборах президента. Мы, как активные граждане Российской Федерации, участвуем в этом процессе. Узнаем, какую подготовку им придется пройти и кто будет контролировать их работу. Живая история. У меня слово «элмсахте». Элмсахте – это чтобы стало явью. 6 февраля весь мир отмечает День Саами. Познакомимся со старейшиной рода из села Варзино. Россия может выйти из состава Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в интервью РИА Новости. По мнению дипломата, сейчас организация работает неэффективно. Норвегия, которая является председателем, пытается ее реанимировать, но не находит поддержки других участников. По словам сенатора от Мурманской области Константина Долгова, в стране близки к решению о выходе. Политик уверен, что Россия от такого шага не пострадает, так как организация за последние годы не дала нашей стране практически ничего с точки зрения реализации законных интересов. Тем временем Владимир Путин расширил полномочия Фонда защитники Отечества. У него появились дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов. Теперь Фонд вправе осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав участникам СВО и их семей, информировать ветеранов спецоперации о полагающихся льготах, следить за тем, чтобы меры социальной поддержки и услуги предоставлялись в полном объеме, качественно и в срок. Согласно указу, председатель организации будет лично представлять ежегодный отчет главе государства о результатах деятельности. Напомним, что Фонд защитники Отечества работает с 1 июня 2023 года. Его основная задача – сопровождение и помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. К слову, ход исполнения поручений президента, а также поддержку проекта университетского кампуса мирового уровня и развития Мурманского транспортного узла сегодня обсудили помощник президента Максим Орешкин и губернатор Мурманской области. Андрей Чибис работает в Москве. Только в прошлом году глава государства поддержал несколько ключевых проектов Мурманской области, таких как реновация ЗАТО, арктическая ипотека, газификация и создание перечня опорных населенных пунктов. Для них сейчас разрабатываются мастер-планы. Жители Кировска, Апатитов и Мончегорска могут внести свой вклад в развитие Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций. Чтобы пройти опрос, достаточно отсканировать QR-коды на экране. В Мурманском штабе общественной поддержки началась неделя социальных проблем. Время, когда любой северянин может получить ответы на интересующие вопросы от представителей власти. О том, что беспокоит северян и какие изменения ждут жители Заполярья в ближайшем будущем, знают мои коллеги. Ивана Виктория Плаунова – молодая студенческая семья. Сразу после свадьбы у них, как и у многих молодоженов, встал вопрос жилья. Ипотеку им не давали, а совместных комнат в общежитии не предусмотрено. С инициативой о создании таких помещений они обратились к председателю Мурманской областной думы в рамках социальной недели. Все зависит на самом деле от колледжа или университета. У кого-то есть уже, может быть, помещения готовые, которые можно просто модернизировать. Возможно, это постройка или ремонт новых помещений, куда могла бы заселиться именно семья. Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой идею о создании отдельных семейных общежитий поддержал. Более того, предложил дополнить их специальными детскими комнатами при вузах, которые в будущем помогут увеличить рождаемость в регионе. Если дети рождаются, то тоже мы понимаем, что, может быть, сделать комнаты кратковременно прибывания детей при университетах, где папа с мамой приходили, приводили ребенка. Ребенок мог в это время, пока папа и мама обучаются, вот за ними был присмотр и уход. В списке заполярных депутатов значились не только социальные вопросы. Во время встречи они проконсультировали предпринимателей касательно механизмов приема на работу участников СВО, а также помогли с восстановлением фасада дома на проспекте Ленина. Продлится социальная неделя до 9 февраля. Далин Скуратов, Владислав Крущев, ТВ21+. К слову, в сфере коммунального хозяйства региона все еще немало проблем. Для того, чтобы ускорить их решения, представители профильных министерств, коммунальщики и специалисты ресурсных организаций проводят регулярные встречи с управляющими компаниями, представляющими Ассоциацию многоквартирных домов. Какие вопросы поднимали на нынешнем заседании, узнали наши корреспонденты. Встреча членов Ассоциации многоквартирных домов, представителей власти и работников коммунального хозяйства началась с горячих споров. Вопросы на повестке важные. Один из них – замена износившихся мусорных контейнеров. За чей счет должна происходить модернизация и могут ли собственники квартир обновлять их по своему желанию. Ответы на эти вопросы знают представители Министерства государственного жилищного и строительного надзора. Такие моменты позволяют вытаскивать, может быть, не совсем глобальную какую-то проблему, но точную, но являющуюся системой, которая позволит акцентировать внимание на то, что такая проблема есть. Не менее важная тема для обсуждения – соглашение, которое подписывается между Ассоциацией многоквартирных домов и Фондом капитального ремонта области. По мнению экспертов, сейчас в регионе изношено более 70% домов, которые должны ремонтироваться за счет фонда. Согласно документу, в случае необходимости организации будут работать совместно. Например, когда житель не хочет предоставлять доступ к жилью или работникам необходимо пройти в подвал. Сейчас мы видим, в каком состоянии у нас находятся балконы. Балконы невозможно провести качественный капитальный ремонт. Я говорю не о текущем ремонте, а именно о капитальном ремонте без предоставления доступа. Из более чем 200 управляющих компаний региона в Ассоциации сейчас состоит всего 14. Как уверяет ее директор, остальные либо не имеют желания, либо не могут пройти минимальный ценз. Это аварийно-диспетчерская служба. Это обязательно свои рабочие, это своя техника. То есть это та организация, которая должна вовремя отреагировать на проблемы, которые возникают у населения. Следующая встреча Ассоциации состоится через полгода. Управляющие компании подготовят новые желания, а после вынесут их на всеобщее обсуждение. Для Ускуратов Станислав Евглевский, ТВ27+. Мурманск впервые вошел в топ-10 городов страны по качеству работы общественного транспорта. Рейтинг составлен по итогам 2023 года Центром компетенции в области моделирования транспортных потоков и планирования. Оценки ставились по нескольким критериям. Комфорт и удобство, ценовая и физическая доступность, функциональность транспортной сети, безопасность и устойчивость развития. Год назад областная столица заняла лишь 17 место. По мнению экспертов, повысить показатели Мурманску удалось благодаря работе по улучшению системы общественного транспорта и систематическому обновлению автопарка. С 2021 года в рамках стратегического плана на севере жить в Мурманской области появилось 55 новых троллейбусов и 178 автобусов. История с молочной фермой «Полярная звезда», вызвавшая широкий резонанс в социальных сетях, получила продолжение. Сельхозпредприятия и Североморский молочный завод заключили соглашение о продолжении сотрудничества. Напомним, что ранее работникам фермы пришлось бесплатно раздавать молоко односельчанам из-за разногласий о закупочной цене. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору. Под его руководством накануне прошло совещание с представителями сельскохозяйственных предприятий. В ходе переговоров стороны высказали замечания и пожелания, а после пришли к выводу о необходимости заключить временное соглашение. Была установлена та цена молока, которая устраивает всех на данный момент. Закупочная – 20 рублей плюс 18 рублей субсидий из областного бюджета. Надеемся, что дальше будем работать и долго сотрудничать, продолжать наши взаимовыгодные отношения. Я так думаю, что я сейчас позвоню работникам, они обрадуются. Самое главное, что подписан договор. Завтра у нас будет нормальная реализация молока. То есть мы вернемся в нормальные, привычные условия жизни и работы. Позже переговоры продолжатся, ведь необходимо выработать долгосрочные предложения по закупке молока. Обе стороны должны предоставить свои экономически обоснованные предложения. Мурманские полицейские задержали мужчину, который планировал продать больше половины килограмма синтетических наркотиков. Во время обыска в его гараже оперативники обнаружили тайник, а в нем большое количество пакетов с неизвестным порошком. Экспертиза показала это наркотик «Мефедрон». Задержанный признался, что получил крупную партию для продажи. Сейчас он заключен под стражу. Выяснилось, что северянин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Теперь ему может грозить пожизненное заключение. А мужчина, наехавший в сентябре в Териберке на девочку, уже получил срок. Государственное обвинение доказало, что водитель был пьян и нарушил правила движения. Как установило следствие, мужчина двигался по неосвещенному участку дороги, там, где нет камер, съехал на обочину и сбил несовершеннолетнюю. С места преступления он скрылся, оставив Дашу без помощи. Нашли ее только благодаря собаке, что осталась рядом с хозяйкой и привлекла внимание туристов. Старшеклассница получила серьезные травмы и до сих пор восстанавливается. Суд признал водителя виновным и назначил наказание. Пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Вы смотрите новости на ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Мурманские некоммерческие организации будут наблюдать за легитимностью предстоящих выборов в марте. Региональная общественная палата заключила соглашение с шестью местными НКО. Участники договора смогут отправить своих представителей на избирательные участки. Но перед этим каждый пройдет обучение наблюдателей в соответствии с золотым стандартом и кодексом этики общественного наблюдателя. В зале собрались представители некоммерческих организаций. Среди них Надежда Чупрова, руководитель Мурманского отделения Ассамблеи народов России. Ее представители впервые будут принимать участие в наблюдении за выборами президента. В каждый муниципалитет они направят своего сотрудника. Мы считаем, что это очень важно, что выборы должны быть прозрачными и честными. И мы, как активные граждане Российской Федерации, участвуем в этом процессе. Соглашение о сотрудничестве подписали шесть некоммерческих организаций. Все они будут наблюдать за легитимностью предстоящих выборов в марте. Количество организаций закон не ограничивает. Наша задача – обеспечить легитимность на предстоящих выборах. И один из инструментов обеспечения легитимности – это привлечение к работе на выборах общественных наблюдателей. Все общественные наблюдатели, они проходят обучение, поэтому их работа, они уже специально обученные будут, их работа будет контролироваться общественной палатой. Первая группа общественных наблюдателей на выборах образовалась шесть лет назад. Ежегодно количество желающих принять участие в контроле над процессом голосования растет. В прошлом году договор заключили около 20 организаций. Кирилл Грапиняк, Владислав Хрущев, ТВ21+. В Мурманске начался муниципальный этап конкурса «Ступеньки мастерства». Воспитатели со всего города в течение нескольких дней будут бороться за звание лучшего. Впереди жаркие дебаты, непростые мастер-классы и открытые уроки. Что еще ожидает участников, знают мои коллеги. Громкие аплодисменты звучат для юных ребят на сцене. Однако сегодня главные герои не они, а их воспитатели. Мурманские педагоги – участники муниципального конкурса «Ступеньки мастерства», которые проходят в городе уже больше 20 лет. Ты по-настоящему понимаешь, что себе представляет твоя профессия. А это, наверное, даже не профессия служения, потому что заниматься самым главным в жизни для всех людей, это с самыми маленькими детьми, это большая ответственность. И, конечно, каждый родитель хочет попасть к очень талантливому, развивающемуся педагогу. А у нас такие все. В конкурсе воспитатели участвуют в первую очередь ради опыта. Им предстоит немало испытаний. Дебаты, мастер-классы, открытые уроки с незнакомыми дошкалятами. Но объединяет этих людей не только трудности, но и в первую очередь сильная любовь к профессии детям. Люблю детишек, люблю прививать им здоровый образ жизни, чтобы они были крепкими, здоровыми у нас, в нашем крайнем севере. Победители муниципального этапа ждет областной конкурс. А дальше борьба за звание лучшего воспитателя северо-запада страны. Данил Скуратов, Андрей Бричко, ТВ21+. 6 февраля в мире отмечают День Саамов. Когда-то в этот день впервые собрались общины из Швеции, Норвегии и Финляндии. Позже к ним присоединились и представители России. Саамский флаг поднять! Мурманске на праздник на торжественном митинге поднимают флаг народа. Полотнище с кольцом, символизирующим солнце и луну. Сочетание цветов означает и объединение родов из разных стран и традиционные оттенки национального костюма. Всем их устраивают застолья, вспоминают предков, рассказывают предания. У нас в регионе по переписи 2021 года живет около полутора тысяч саами. В основном в столице региона Селиона-Туломе. Но главной точкой их проживания считается Лавозеро. В Лавозерском районе родилась одна из самых знаменитых представительниц северного народа Нина Елисеевна Афанасьева. Она провела большую работу по сохранению и изучению языка. Написала первый в мире русско-саамский разговорник и помогла составить первый словарь. В начале февраля ей исполнилось 85 лет. Нина Афанасьева в совершенстве владеет русским языком. Знает немецкий, но ее родной язык саамский. Она посвятила ему всю жизнь. Училась на филологическом отделении в институте Герцена. Позже занималась составлением алфавита. А сейчас преподает всем желающим. Есть слово «элмсахте». Элмсахте – это чтобы стало явью. План – это задумка. А чтобы стало явью, это надо, конечно, массу усилий приложить и программу разработать, и получить финансированный, например, издание книг. Она очень дорогостоящая. Несколько десятилетий Нина Елисеевна сотрудничает с областными библиотеками, университетами и исследовательскими центрами. С Кривеческим музеем ее связывает давняя дружба. Большая часть экспозиции о коренном народе – ее наследие. А сейчас открылась еще одна выставка – «Голоса амского народа». Все присутствующие в этом здании прекрасно знают, что выставка посвящена юбилею. Цифры-то можно говорить? Написано везде. Можно, я не отправляюсь. Я еще фору далась. Вот. На выставке представлены архивные фотографии семьи Павловых. Это девичья фамилия, виновницы торжества. Ее книги, награды, первые пособия по правилам письма и устной саамской речи. Посмотреть на артефакты можно до 24 марта. Александр Клепцов и Даниил Пугачев, ТВ21+. А в Мурманском культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка «Живопись и скульптура Зуроба Церетели». Она приурочена к 90-летию со дня рождения художника. Больше полусотни произведений автора из нескольких серий, а также скульптурные композиции. Работа Церетели – это сплав красоты и глубинного смысла. Они переносят зрителя в мир фантазии и мечты и заставляют задуматься о важных вопросах жизни. Посетить выставку можно будет до 17 марта. К новостям спорта. Хоккейный клуб «Мурман» потерял очки в матче против «Уральского трубника» в очередном туре Российской Суперлиги. Встреча прошла в Первоуральске. Заполярные хоккеисты сразу после стартового свистка постарались завладеть инициативой. На второй минуте «Мурман» открывает счет. И счет через минуту удваивает преимущество. А на 12-й делает его крупным. Отыгрываться соперник начал только в середине первого тайма, который закончился со счетом 2-4 в пользу нашей команды. Несмотря на огромное количество моментов в заполярной дружине, дожать соперника не удалось. Итог 5-5. У «Мурмана» 19 очков. Команда продолжает бороться за выход в плей-офф. «Сегодня мы имели очень много моментов. Я даже ребятам сказал, я не вспомню ни одной игры, начиная с кубка, где бы мы столько имели голевых моментов. Но это спорт, это всегда происходит так, раз ты не забиваешь, в какой-то момент тебе забьет соперник». В продолжении спортивной темы. Хоккейный клуб «Мончегорск» в этом сезоне играет в новом составе. Команду собрали из воспитанников местных спортшкол. Большинство из них впервые в высшей лиге. Уфа, Красногорск, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Сыктывкар. 28 матчей, 14 домашних и 14 на выезде. Февраль – середина сезона всероссийских соревнований высшей лиги по хоккею с мячом. «Игры очень интересные. Все соперники, как правило, старше. Наши ребята молодые. У них опыта не столько много. Уступают в чем-то и физически, самое главное физически, где-то технически уступают. То есть они делают ошибки изначально. И с каждой игрой их становится все меньше и меньше. Они получают опыт, у них пропадает страх, где-то боязнь перед взрослыми дядьками. И с каждой игрой они становятся лучше». «Соперники у нас на самом деле очень сильные. Отдоливать их очень трудно. Но все же надо будет собирать свои силы и навязывать борьбу». «Чем сильнее соперник, тем ты, можно сказать, быстрее растешь и получаешь намного больше опыт. Если ты будешь играть, выигрывать постоянно с небесным каким-то большим счетом, толку от этого не будет. Лучше проигрывать, но у сильных, чем выигрывать слабых». «На тренировках сейчас больше отрабатываем игру в пас. Стараемся играть более комбинационно хоккей, а не как в детстве. Тут уже на индивидуальном мастерстве так много не сделаешь, надо играть командой». Хоккейная команда «Манчегорск» в соревнованиях с 2018 года. Она стала фарм-клубом «Мурмана», выступающего в Суперлиге чемпионата России. За это время ее состав менялся не один раз. На лед выходили хоккеисты из разных городов. Теперь в обновленном коллективе 23 манчегорца и один мурманчанин. На сегодняшний день команда – одна из самых молодых высшей лиги. «Это наши все воспитанники, мальчишкам по 16 лет. Есть у нас несколько игроков взрослых, которые уже поиграли в высшей лиге. То есть ставку мы поставили на молодых ребят для того, чтобы поднять, увеличить интерес в городе, какию с мячом, вернуть болельщиков на трибуны, чтобы люди болели за своих. И ребята, когда играли за свою команду, за свой город, у них была сама отдача, то есть они понимали, за что они играют. И наши будущие мальчишки, которые занимаются в спортивной школе, они видели, к чему у нас стремится, чтобы они занимались и дальше пополняли ряды нашей команды». «Несомненно, вернулся хоккей в город Манчегорск. Это можно посмотреть по трибунам. Только что ребята приехали из Красногорска, там вообще 50 человек ходят. У нас за 300, и я думаю, что дальше и дальше люди будут приходить, потому что в нашей команде играют только манчегорцы. Это большой плюс». «У меня играет сын, 25 номер, Никита Чесноков. Поддержка, конечно, нужна. В любом случае, даже если проигрываем, все равно нужна поддержка. Кричите побольше, приходите, болейте. Всем очень рады». Никита Чесноков решил стать хоккеистом еще маленьким ребенком. Верен этому виду спорта 11 лет и уже определился с будущей профессией. «В детстве увидел на телевизоре, как люди играют в хоккей с шайбой, но у нас шайбы не было, отдали меня на хоккей с мячом. Так понравилось, что до сих пор нет тянуть. Уже учусь в спортивном колледже на первом курсе, чтобы в дальнейшем, возможно, научить еще больше детей хоккею». Тренер Иван Николаевич – настоящий авторитет для ребят. За 12 лет работы в спортшколе Манчегорска он выпустил две спортивные группы – хоккеистов 1998 и 2004 годов рождения. На очереди группа 2007 года. Это те самые парни, которые представляют Манчегорск и Мурманскую область на Всероссийской арене. Благодаря постоянной игровой практике команда прогрессирует. Задача на следующий сезон – попасть в тройку лидеров в соревнованиях Высшей лиги. Юлия Ворован, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области на среду 7 февраля. В Кандалакше переменная облачность – минус 23-25 градусов. В Умбиду – 19 градусов ниже нуля, без осадков. В полярных зорях – облачность с прояснениями – минус 24-26. В Апатитах – около 25 градусов со знаком «минус», без осадков. В Кировске – переменная облачность – минус 19-21. В Кавдоре чуть холоднее – до 24 градусов мороза, без осадков. В Манчегорске – минус 24-26, переменная облачность. В Лавозере – облачность с прояснениями – до 27 градусов, со знаком «минус». В Оленигорске – минус 22-24, переменная облачность. В Никеле – около 19 градусов ниже нуля, без осадков. В Заполярном – облачность с прояснениями – минус 18-20 градусов. В Североморске – минус 19-21, осадков не ожидается. В Мурманске – облачность с прояснениями – до 21 градуса ниже нуля. Такой прогноз погоды предоставил Мурманский гидрометцентр. А наш выпуск завершен. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи на ТВ-21+. ВОЛМАНСКОМОБИЛЬНЫЕ 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 ВОЛМА